Ситуация действительно сложная, но она, в принципе, с прошлого года сложная. В первую очередь, возбудитель всех этих взаимоотношений – это стоимость зерна резкого роста в первом квартале прошлого года и, соответственно, борошна для хлеба печенья. А вот в конце осени прошлого года, к сожалению, резкое возрастание газа нас тоже очень сильно подкосило. Вот у нас традиционно в себестоимости производства хлеба львиную долю занимает борошно, мука. То есть это понятно. Где-то порядка 40% – это была мука, и порядка 10% – это было энергоноситель. Но когда произошла вот такая стоимость на выражение газа по вольт в 8, а по некоторым оценкам в 10 раз, чем было в прошлом году, то фактически у нас в структуре себестоимости вот эти два самые крупные, так сказать, сотраты, они сравнялись. У нас сегодня порядка 28-30% это занимает борошна, и 26% – это сегодня энергоноситель. И понятно, что сегодня в силу ряда обстоятельств и, в первую очередь, опять же, сложных отношений с торговлей, когда мы реализуем свою продукцию в течение 72 часов, а деньги нам возвращаются через месяц и полтора, у хлебопекарных предприятий вымываются оборотные средства. И вот в том смысле, что сейчас вот таким ростом энергоносителей, для того, чтобы предприятие это работало, ему нужно заплатить за муку, за энергоносителей, и вот в частности газ, который сейчас решается, там одно из условий будет предоплата за газ. То есть у предприятий вот реально в этой ситуации не будет этих денег для того, чтобы, ну как бы, обеспечить свою стабильную работу. Продолжение следует...